У нас проходит пресс-конференция Российской Государственной Детской Библиотеки. Я представлю наших гостей. Веденяпина Мария Александровна, директор Российской Государственной Детской Библиотеки. Митсул Светлана Дмитриевна, замдиректора Российской Государственной Детской Библиотеки. Малахова Наталья Григорьевна, психолог Российской Государственной Детской Библиотеки. И Чудинова Вера Петровна, заведующая отделом социологических исследований Российской Государственной Детской Библиотеки, кандидат педагогических наук, а также Копейки Алексей Александрович. Это главный редактор сайта «Библиогид». Сегодня тема нашего мероприятия «Итоги учебного года. Того, глядишь, забудут буквы». Дело в том, что поводом для проведения этого мероприятия стало нежелание читать наших детей. И в чем причина этого нежелания, мы как раз сегодня и поговорим. Мария Александровна, Вам слово. Ну, я бы, наверное, когда начинаешь обсуждать какую-то проблему, все-таки надо понять некий анализ, с какой проблемой и с чем мы имеем дело. Поэтому я все-таки позволю передать слово Веде Петровне Чуденовой, потому что все начинается с социсследований, и, собственно говоря, вот ту аналитику читают, не читают, так сказать, количество читающих. И взрослых, и детей падает. Это все-таки дают репрезентативные социологические опросы. Поэтому вот то, в какой ситуации мы находимся сегодня с чтением школьников. Вера Петровна, тогда Вам слово. Вера Петровна Чуденова. Спасибо. Вот читают или не читают, у социологов есть такой термин «моральная паника». Когда картина чтения меняется, то иногда, или когда получают результаты международных исследований, то вот бывает, что происходит моральная паника. Когда чтение стало меняться, потому что у нас появилось очень много медийных различных каналов, в том числе интернет, то возник такой миф, что дети не читают. Вот на самом деле это полный миф, потому что мы провели исследование в течение последнего года с кафедрой филологического образования Московского института открытого образования. Мы провели большое репрезентативное исследование в семи московских школах. Поэтому у нас есть как бы точные данные относительно того, читают или не читают, любят читать или не любят читать. Вот смотрите, половина опрошенных, да, сразу скажу, что это было опрошено около 1100, даже точную цифру назову, 1141 подросток от 11 до 14 лет ответил нам на вопросы, развернутые анкеты. Причем исследование у нас было комплексное, оно сочетало социологический подход и психологический подход. Там еще измерялось понимание чтения текстов. Так вот, реальная картина такова, что нравится читать и много читаю, не представляя себе жизни без книг, это 37% опрошенных, это много. Люблю читать, но не хватает времени, 50%. Можно было назвать разные мотивы. И вот те, кто читают только для выполнения заданий школьного, это порядка 40% или для получения информации. И реальная картина у нас такова, что на самом деле они читают, и не читают только 11%, не читают книг на досуге. Мы имеем в виду не учебники, а вот книги, которые ты читаешь дополнительно к школьной программе. Только 11. И от 11 до 13 говорят, что они не любят читать. Это небольшие цифры. 52% читают 1-2 книги, 3-4 книги читают 28%, еще 9 читают от 4-х до 20-ти и более книг. И реально не читают, только 11%. Другое дело, что у нас главная проблема чтения, она не в этом сейчас. Главная проблема чтения в том, что читают, как читают и что читают. Потому что если это какое-то случайное чтение, а чтение становится в очень значительной степени случайным, то в чтении приходят такие книги, вот не приходят книги, которые мы хотели бы, чтобы они читали. Хотели бы родители, хотели бы библиотекари. А приходят разные случайные литературы, типа комиксы читают, фэнтези очень много читают, низкокачественные, ужастики читают, о вампирах много читают довольно-таки. То есть, да, если говорить еще о картине чтения, то очень сильно различается ситуация с чтением девочек и чтением мальчиков. У девочек много литературы, и журналы мы тоже смотрели. Журнальное чтение девочек – это вот сильный гламур и о медийных персонажах чтения, и о моде, конечно, тоже очень много. У мальчиков чтение, мальчики читают меньше и хуже, но у них чтение даже гораздо более содержательно. То есть вот еще проблема книгоиздательской политики, потому что недавно я слышала совершенно блестящий доклад сотрудника книжной палаты Марии Порядиной, которая говорила о том, что есть издатели, которые делают ставку на такое поглупление девочек. Вот эта ситуация того, что они читают, что у них популярно и какова роль сейчас родителей, библиотекарей, педагогов – это принципиально важная вещь. Потому что еще можно сказать следующее, что вот от пятого по восьмой класс у них снижается интерес к литературе, у них меняются мотивы, комплекс мотивов меняется, у них чтение становится очень случайным и очень поверхностным. И книги, которые они читают, многие из этих книг просто не запоминаются. Вот чтобы они запомнились и чтобы они прочитали лучше – это большая задача, потому что мы с вами знаем, что тиражи детской литературы невелики, и это вообще особая и огромная работа, которую должны проводить библиотекари вместе с родителями и вместе со школой. Еще одна характеристика современной картины чтения – это то, что ушла «Золотая полка», практически ушла. То есть Диккенс, Канан Дойл поддерживаются фильмами, Дюма, Жюль Верн – все те книги, которые раньше были в чтении, они практически все ушли, они сохранились только у тех, у кого дома хорошая домашняя библиотека. И вот вещи, которые меня поразили в этом исследовании – это то, что домашняя библиотека, она все еще является мощным фактором, определяющим любовь к чтению в раннем возрасте, вот младший школьный возраст и подростковый возраст. Если дома книги есть, круг чтения разнообразный и более содержательный. И там есть еще остатки вот этой традиционной «Золотой полки», которая была. Ну там Марк Твен, Чистертон, ну все те предыдущие поколения, которые читали, они как бы знают, какая это «Золотая полка». Астрид Лингрен и так далее. А вот что приходит на смену «Золотой полке», приходит случайное чтение. У мальчиков модно такое мужское фэнтези, типа серии «Сталкер», серии «Глуховского метро 2033-2034». Ну, Джан Роллинг, конечно, она популярная и у девочек и мальчиков. А какой возраст это, прошу прощения, читает «Метро 2033»? А вот где-то с 12 и читают. 12, 13 и 14 особенно. Вот. То есть, вот смотрите, что становится популярным. Популярным становятся такие медийные проекты, которые имеют сайты в интернете. Вот есть еще это на Генеции Маруси, да? Которые имеют сайты в интернете, которые делают компьютерные игры, да? Вот эти книги становятся модными, это как бы запускается мода, и подростки друг другу советуют. Причем... Это даже не книги, это проекты такие своего рода, да. Это медийные проекты, на которые идут... С сопутствующими всяческими, да, прибамбасами. Вот. Поэтому вот это вот популярно у мальчиков, такое мужское фэнтези, я бы сказала. Глуховский, это вот типичный такой мужской фэнтези. Но там есть еще и другие. А у девочек больше, в большей мере популярна Стефани Майер, и не только Стефани Майер, потому что и зарубежные издатели, довольно много переведено разных серий о вампирах. Вот. И наши тоже писатели, они не отстают. Вот они тоже делают свои серии о вампирах, поэтому у девочек вот эта вот вампирятина, она становится очень такой популярной, понимаете? Вот смотрите, с одной стороны ушла, ушло замечательное приключенческое классическое чтение, да. С другой стороны, обилие фэнтези, фантастики, а да, научная фантастика вся, типа Брэдбери, Саймака, да, Азимова, никто почти не читал. Это все ушло. Вот. Ну, это не совсем так. Я могу дать. Просто, нет, любители вот такого рода чтения, они имеют свои такие среды обитания. Они группируются по интересам и, да, уходят в такое вот немножечко клубное такое движение. Мы изучали чтение в интернете, литературные площадки, где подружки. Это не то, что становится вот достоянием какой-то широкой читательской аудитории, просто вот есть своя аудитория вот у тех авторов, которых вы назвали. Вот я... Можно я еще добавлю? Извините, Вера Патроновна, я вас прерву. Просто очень важный вопрос с моей точки зрения. Одно время социологи говорили о том, что уходит из детского чтения романная культура. То есть тексты длинные, многословные, с большим количеством персонажей и так далее. Так вот, это, как выясняется, не совсем так. И действительно, вот золотая, та золотая полка, которую мы привыкли считать золотой, она потихонечку вымывается из круга детского чтения. Но происходит замена. И это очень интересный процесс, который вот мы сейчас только начинаем наблюдать. Ну вот некоторое время, последние десятилетия это происходит. Потому что вот, как бы, до того у нас был некоторый такой застой в чтении, из поколения в поколение, и мы читали одни и те же книги. Сейчас происходит замена. Вот, скажем, западные страны, они давно столкнулись с этой проблемой. Они могут не помнить уже, кто такой Марк Твен или Честертон, да? Но зато они очень хорошо знают Стивена Кинга, Джоан Роулинг, то есть современных вот таких вот авторов модных. И у нас сейчас происходит то же самое. В подростковое чтение приходят авторы многотомных сериалов. Там, ну, Роберта Джордана читают, Джорджа Мартина, которые пишут многотомные фэнтезийные сериалы. То есть романная культура как таковая, она осталась в чтении. Другое дело, что происходит вот эта вот постоянная замена. И вот это вот, наверное, наше тяготение к золотой полке сейчас становится не вполне актуальным, как мне представляется. Вот этот вопрос на самом деле очень сложный, потому что, конечно, если мы скажем там, допустим, о произведениях Жюля Верна, сейчас жизнь очень фантастична, если сравнивать нас с Жюлем Верном. Может быть, поэтому он не будет столь популярен. Да, безусловно. Если мы будем говорить о Фенеморе Купере или о Диккенсе, то да, конечно, этот язык и медленное повествование, богатое подробностями, это не будет восприниматься сейчас. Но хотим мы этого или не хотим, у нас почти сто лет в чтении очень большого количества населения была определенная золотая полка и литературная традиция. Вот сейчас у нас происходит полный обрыв этой литературной традиции, и в лучшем случае чтение вот этих романов, оно остается у тех, у кого есть хорошие домашние библиотеки, у самых образованных людей. И я боюсь, что таких будет процентов 5 от населения, и 10 где-то в Москве. То есть вот это вопрос, который надо обсуждать, да, нужно ли поддерживать какие-то и рекламировать снова какие-то книги из золотой полки, для того, чтобы у нас не получилось, вот как там 15-20 лет назад французы говорили, у нас никто не знает Дюма, англичане говорили, у нас никто не читал Диккенса, понимаете. Мы сейчас пришли к той же самой ситуации, и я не могу однозначно ответить на вопрос, что тут хорошо, а что тут плохо. Я как социолог, я фиксирую как бы разрыв со старой литературной культурой, другую модель медиаопотребления и чтения, да, наполовину, так сказать, интернетную. Вот, и это вопрос, вообще говоря, тем, кто занимается, составляет программы для школьников, это вопрос к филологам, да, это вопрос к библиотекарям, какую книгу и как рекомендовать. То есть это очень, очень большой вопрос. Но однозначно, вот как исследователь чтения детского и подросткового чтения, я бы однозначно сказала, что библиотеки, как правило, и книжные, они создают книжную среду, и они создают обогащенную книжную культуру. То есть для меня проблема заключается в качестве чтения и качестве понимания этого текста. Вера Петровна, да, вот мое глубокое убеждение заключается в том, что нам из всех вообще литературных времен нужно сейчас выбирать лучшее. То есть вот та золотая полка, к которой мы привыкли, она не может существовать вот в таком застывшем виде, да. Что-то из нее, безусловно, в круге живого детского чтения сегодняшнего осталось и останется, а что-то уйдет неизбежно. И вот с этим надо смириться, как мне представляется. Другое дело, что нельзя противопоставлять, скажем, там, литературу 19 века качественнее литературы, там, 20 века или начала 21-го. То есть для нас, безусловно, Диккенс-классик и Дюма-классик, но сегодня тоже появляются новые авторы. И вот этот поток, конечно, надо отслеживать внимательно и уже пытаться понять, что из него может встать на ту самую золотую полку. По крайней мере, вот задача нас, там, библиографов, библиотекарей, вот пытаться этот процесс каким-то образом постоянно возбуждать, и чтобы он происходил. Потому что не может быть такого, чтобы, вот, там, классика Форева, да, а современные авторы... Знаете, мне кажется, что нет никаких противоречий, на самом деле. Есть, есть. Вот эта золотая полка, она нет. Нет, почему? Просто можно привести такие же примеры, когда интерес к тем же произведениям Диккенса, они возрождаются только через совершенно другие форматы. Те, которыми раньше библиотека не пользовалась. И я не говорю о том, что, так сказать, понятно, что вряд ли рождественские его истории будут экранизированы, и через кино придет опять интерес к литературе, как, в общем-то, часто можно было видеть, условно говоря, с экранизацией того же «Идиота». Да. Но, условно говоря, есть вот этот проект «Большое чтение», когда где-то обсуждается одна книга, и вокруг этой книги строятся разные совершенно форматы мероприятий, начиная от театральных спектаклей, чтений до театрализованных каких-то представлений. И вот через эти форматы, на самом деле, которыми начинают овладевать библиотекари, происходит возвращение интереса к классике. Потому что, на самом деле, то, что касается Диккенса и этих его рождественских историй, это точно будет, я так надеюсь, в момент рождественских каникул в этом году. И это можно будет увидеть, так сказать, и услышать, и, может быть, действительно появится масса людей, которые захотят открыть Диккенса и прочитать его. Я просто знаю такой опыт, например, с тем же произведением, которое абсолютно забыто, и, ну, вряд ли кто-то сейчас открывает «Харпер Ли» и читает у них «Пересмешника». А на самом деле, вот три года назад, когда отдельные регионы начали проводить вокруг этой книги целый ряд мероприятий, вот как я говорю, там, от конкурсов, театрализованных представлений, дискуссий, обсуждений, причем на разные темы, а, в общем-то, ну, это произведение можно по-разному трактовать, что там, собственно говоря, во главу, ну, что там главное. Вот обсуждалось в основном это как проблема толерантности. И я хочу сказать, что то количество людей, которые открыли вот давно забытого «Пересмешника», оно увеличилось просто-таки в разы. Лучше это хуже, я считаю, что лучше. Чем больше будет различных мероприятий вокруг хороших книг, тем читателей будет больше. А просто говорить, что вот вам золотая полка, вот серебряная, но, так сказать, вот можно и бронзовая. Это у нас у любимые, так сказать, крупные издательства всегда баловались драгоценными металлами и камнами. Есть целый такой пласт незаслуженно заботых книг. Да. И вот я думаю, что библиотеки тоже многое могут сделать в этом направлении, возрождение интереса к этим, к этой литературе. Ну вот я могу сослаться на собственные, в частности, топ-5. Можно книг, в частности? Незаслуженно забытых. А вот мы сейчас делаем с издательским домом Мещерякова целую серию. Библиогит рекомендует. Библиогит, вот сайт, редактором которого я являюсь, мы пытаемся возродить те книги, которые для нас кажутся очень важными. Это советская литература в основном, ну немножко и переводы. Вот мы сделали книжку одной из последних всему своё время. Это немецкая народная поэзия. Вот там мы издаём Крапивина, мы издаём Сергея Енко. Например, я считаю совершенно незаслуженно забытый сейчас автор Константин Константинович Сергеенко. Мы издали его сказку «Картонное сердце». Мы выпустили первой книжкой, была повесть «Человек, горошина и простак» Александра Израилевича Шарова. С моей точки зрения, тоже незаслуженно забытого сейчас автора, который потихонечку, вот благодаря усилиям и нашим отчасти, и других издательств, возвращается к современному читателю. Очень много таких книг. У нас вот на сайте, например, есть целый раздел «Забытые книги». И я вот уже сейчас смотрю, какие-то материалы устаревают, просто потому что издатели, наконец-то, возвращаются к этим книжкам. Вот, например, мы писали про «Голубую бусинку» Марии Крюгер, одна из просто легендарных книг у девочек младшего школьного и старшего дошкольного возраста. Сейчас вот, слава Богу, ее переиздали с новыми иллюстрациями, в новом переводе издательства «Розовый жираф». Глубокий поклон. И вот все зависит на самом деле от желания издателей. Это тоже проблема нашего взаимодействия библиотек и издателей. Какое-то время назад мы, например, не имели возможности влиять на издательский процесс. Сейчас, слава Богу, такие возможности появились. И мы можем и напрямую уже работать с издателями, и каким-то образом давать им советы по переизданию лучшей литературы. Вот этот, мне кажется, этот баланс, он потихонечку сейчас восстанавливается. Мне бы хотелось завершить вот эту тему изменений, которые происходят в чтении. Мне кажется, вот обговорили на подростковом возрасте, на раннем юношеском, но чтение начинается с детства, с самого раннего детства, с дошкольного чтения. И там тоже происходят очень серьезные изменения, значительные, как говорят библиотеки, репертуарные. То есть меняются те книжки, которые детям раньше читали, их читают меньше, приходят на смену другие. И там происходит такой процесс, вполне уже выраженный, который можно назвать прагматизацией детского чтения. Он, на мой взгляд, это происходит из-за того, что родители, и это показывает наше исследование, неоднократно проведенные замеры, родители сейчас, современные родители молодые, они понимают чтение книгу для ребенка как источник информации и знаний. То есть книга нужна для подготовки к будущей жизни, а будущая жизнь – это школа. Значит, книга должна как можно больше дать ребенку знаний, чтобы у него в школе была более успешная жизнь. И репертуарные – это отражается таким образом, что перестают читать сказки, перестают читать стихи, перестают читать художественную литературу. Не совсем перестают, конечно, но снижается доля. И на это место приходят те книги, которые, по мнению родителей, способны дать ребенку как можно больше информации, подготовить к знаниям. Это всевозможные азбуки, букварики, читалочки, считалочки, развивалочки. Их и по данным книжной палаты… Прикладная литература. Да, прикладная литература. По данным книжной палаты последние 3-4 года она составляет треть от всей дошкольной литературы. То есть треть книжек – это вот эти вот считалочки и развивалочки. И чем это вообще-то страшно? Тем, что… Ну, кроме того, что эти книги не всегда бывают хорошего качества, они часто бывают довольно среднего и низкого, но тем, что они приходят на замену художественной литературе. И ребенок, не получивший опыта чтения, слушания художественной литературы, опыта сочувствия и сострадания вместе с мамой, когда он переживает при включении героя, потому что детское чтение – это прежде всего школа эмоционального развития, это школа, это общение со взрослым, читающим, с автором. И это у меня относится к первой, вернее, первой школе, когда ребенок слышит красоту художественного слова. То есть это эстетическая деятельность. Когда ребенок читает Чуковского, он не понимает, что это альтерация или рифма или ритм, он открывает ушко на это. И поэтому ребенок, который не проходит вот этого опыта слушания, художественной литературы, потом в подростковом возрасте, можно не удивляться, почему ему не нужна художественная литература, потому что информацию он получит из учебников, справочников, таблиц. Вот с этого, мне кажется, начинается проблема чтения, не чтения, не чтения подросткового. Мне кажется, тут проблема еще в том, вот почему, скажем, вот… Прошу прощения, давайте другим вашим коллегам дадим слово, а потом вы возьмете слово, а то, конечно, вы все перебиваете, прошу прощения. Наталья Григорьевна, с точки зрения, вот как психолог, скажите, что читать и как читать, и для чего читать? Вот мы переходим к самому основному и ключевому. Ага, для чего читать, да? Ну, я могу сказать, моя сфера – это вот дошкольники, старшие дошкольники, младшие школьники. Значит, для чего читать? Вот что такое чтение для ребенка? Я уже сказала, сейчас повторю. Чтение – это прежде всего общение. Это общение с автором книги, с художником книги. Это общение со взрослым читающим. Это общение с самим собой, когда я узнаю героев, узнаю картинку. Чтение – это эмоциональное сопереживание. Это общее эмоциональное поле со взрослым читающим, с мамой, с которой мы вместе и сострадаем, и сорадуемся приключениям какого-то героя. И чтение – это вот эстетическая деятельность, первая, самая, наверное, эстетическая деятельность, серьезная, когда… Потому что книга – это произведение искусства, хорошая книга, да, это произведение искусства, и ребенок учится слышать и понимать это. И когда ему потом в школе будут рассказывать, что такое метафорка, первое было лицетворение, он будет понимать, о чем речь идет. Это не останется формальности. И поэтому читать, я на этом настаиваю, маленьким детям надо, конечно, стихи, хорошие стихи, сказки, хорошие сказки, рассказы. Я не убежденный противник энциклопедий и каких-то развивалочек, но они должны знать свое место. А какие сказки, вот, порекомендуете, как раз вот для возрастов, вот как эксперт, как психолог, чтобы развивалась личность правильно, с вашей точки зрения, есть у вас какие-то рекомендации? Ну, вообще… Вот прям для разных возрастов, там, до 12 лет. До 12 лет. Ну, для малышей это, конечно, хорошая поэзия. Там и Чуковский, и Берестов, и Морица, и Усачев, и Рената Муха очень… То есть я считаю, что детство ребенка должно происходить среди хороших стихов. Сказки, конечно, которые незаслуженно, в общем, сейчас забываются, и мы очень много делаем для того, чтобы сказки возрождались. Мы в библиотеке каждую неделю читаем по субботам сказки детям, и они приходят все больше и больше, приходят их слушать. Вот, потому что родители, вот тоже, как показывали наши опросы, неоднократно мы проводили такие опросы, родители считают, что сказка устарела. Чему она может новому научить ребенка в наш вот такой современный век? А я вам скажу, что для ребенка компьютер – это абсолютно обыденный предмет. А вот железная коробочка, когда нужно выключить свет, из этой коробочки выскакивает лучик, и в темноте на экране из этого лучика вдруг вырастает книжная страничка, и поворачивать скрипучие, твинтик, страничку можно переворачивать, то есть диафильм смотреть. И это для современного ребенка чудо. Они замирают, их не выгнешь. А компьютер ваш, совершенно для них обыденный предмет, жизненный, как утюг. Вот, и, конечно, я очень люблю читать с детьми рассказы для детей, маленькие рассказы для детей замечательных, которых много было, много было таких авторов в 60-е, 70-е годы. Я имею в виду Раскина, Драгунского, Вольфа. Это особенно я люблю Драгунского, потому что это настолько герой, вот Денис Кораблев, это настолько рефлексивный герой. Вот там происходят простые вещи. Очень, никаких замазловатых, затейливых сюжетов. Они сидят в песочнице, они едят кашу, там они мажутся зеленкой, но они осмысливают и переживают свою жизнь. И поэтому ребенок, когда ему читаешь Драгунского, он моментально входит в круг друзей. То есть он не представляет, что он Дениска, но он представляет, что он рядом в этой компании. И он тоже думает над тем же, над чем думают эти ребята, и переживает. И при этом у него остается собственный взгляд, собственная позиция. Это очень важно. То есть вот Драгунский, на мой взгляд, это тот автор, который потом позволит понимать Толстого и Достоевского. Если ребенок вот так читал, так читал, понимая разные, видя разные точки зрения, а там Драгунский же очень многослойные рассказы, это за внешним, таким, за внешний событийный конвой, там идут, во-первых, разные точки зрения, между которыми остается поле свободы. То есть там есть возможность встроиться всегда в точке зрения голоса читателя. Это очень важно. То есть ребенок учится относиться к художественному произведению еще и как к тому полю, куда можно строить свою точку зрения, и автор для него становится собеседником. То есть автор задает вопросы, и автор отвечает на твои вопросы. Затем так потом можно читать русскую классическую литературу. Благодарю вас. Мария Александровна, вот хотелось задать вопрос вам. Давайте подробнее поговорим о тех акциях, которые проходят в библиотеке, и вообще о роли библиотеки, о тех проблемах, с которыми сталкиваются библиотеки, например, и ваши. Давайте об этом поговорим. Вы имеете в виду в области чтения? Да, да. Но, понимаете, я скорее буду говорить вот с точки зрения такого, я бы сказала, общего практика, потому что директором библиотеки я стал не так давно. Но давайте вот по-другому поступим. Прошу прощения. Нет, почему? Давайте тогда поговорим о том, чем сейчас могут заинтересовать детей наши библиотеки. Что нового они могут привнести в жизнь? Вы знаете, я все равно, наверное, наверное, если мы говорим о том, что должны, наверное, делать детские библиотеки для того, чтобы читатели, дети приходили в библиотеку, то я, наверное, как вот, скажем так, человек с каким-то таким достаточно большим библиотечным стажем, могу сказать, что все равно нет ничего важнее в библиотеке, чем ее фонды. Если в библиотеке не будет хороших книг, и причем книг современных, то читатели ходить не будут. Другое дело, как раскрыть эти книги, для того, чтобы их можно больше читать, хотя бы узнали об этих книгах. Значит, я думаю, что нужны какие-то акции по, грубо говоря, по раскрытию, как мы это называем, в библиотечных стажах, и прохождение фонов, по предоставлению тех новых и хороших книг, которые есть в фондах. Безусловно, то, что в библиотеке нужны профессионалы, профессионалы, которые могут работать с книгами и могут работать, и знают, как работать с детьми. И, конечно, это должно быть абсолютно, вот понимаете, это должна быть непрерывная цепочка различных мероприятий. То есть есть, скажем так, деятельность библиотеки, которая называется «Кружки, работа с детьми». Но, к сожалению, у нас так мало профессионалов, которые, скажем так, могут нон-стоп вести подобные занятия. Очень мало специалистов, и эти занятия могут вестись для очень ограниченного количества детей. А вот количество мероприятий, акций, которые строились бы вокруг хороших книг и на профессиональной основе, должно быть, безусловно, больше. И, собственно говоря, без этого, вот без новых форматов работы, мне кажется, бессмысленно говорить о поддержке и продвижении чтения. Потому что, собственно говоря, чем больше будет в этой области различных мероприятий, акций, рекламы, передач, телевизионных передач, радиальных передач, обсуждения в интернете, тем, собственно говоря, вот сколько бы мы ни теоретизировали этот вопрос, легче нам от этого не станет. И больше читать, к сожалению, не будут, если мы будем всё время говорить, что надо читать. Вот это, вот это, вот это, вот вам золотая полка, вот вам бриллиантовая серия. Понимаете, это бессмысленно. Сейчас, особенно, как мне кажется, я, конечно, не психолог, Наталья Григорьевна, мне может поправить, но мне кажется, к современному ребёнку к нему нужен тоже определённый подход. И просто говорить о том, что надо, это уже давно в прошлом. Нет, надо придумывать, как. Придумывать, как. Это ему понравится. Я клянюсь к вопросу о вариативности, о том, читают, не читают, как читают, что читают, что делать, чтобы читали. Практические примеры. Российская государственная детская библиотека в нашем лице представлена. Мы можем говорить и о том, что, основываясь на исследованиях, что читают дети, каково качество их чтения. Мы можем говорить о том, какие книги надо в круг детского чтения ввести из забытых и из вновь издающихся. Мы понимаем, что, чтобы дети читали, надо начинать. Но мы начинаем с двух лет занятий с детьми. И, в общем-то, к этому тяготеют большинство библиотек. Если брать школьную программу, которая ограничена жесткими рамками списков и ограничена по времени общения с литературным произведением, ну, программа есть программа, у нас более широкие возможности. И практика показывает в тех же занятиях с малышами, если мы даем интересную программу, состоящую из чтения, из какой-то деятельности, закрепляющей восприятие образа, и просто свободное продвижение по библиотеке, у нас на абонементах в эти моменты стоят очереди. И книги берут не только по спискам, спрашивают библиотекарей, что вы можете предложить. Поэтому, конечно, фонды важны все неприменнейшие. Если старшим уже подросткам не показать, опять-таки, весь объем литературы, а библиотека может себе позволить показать и то, что было, потому что в фондах это хранится, и то, что новое поступает, а ежели мы сможем закупать литературу в том количестве, того качества, которое мы считаем нужным, мы вообще можем показать все. И более того, есть замечательная машинка интернет, которая позволяет нам доводить сведения о хороших книгах, о развивающих занятиях и о том, что надо делать, чтобы все-таки ребенок читал, чтобы он мог учиться в школе не просто как потребитель знаний, а как человек усваивающий и размышляющий, то, соответственно, мы тоже пользуемся этой возможностью. У некоторых библиотек, и у детских в том числе, в регионах, теперь уже и у нас, появилась возможность еще и доехать до тех детей, которые не в состоянии прийти в библиотеку, или чьи родители категорически не пользуются интернетом, либо, как мы понимаем, он далеко не у всех есть. Это машина КИБО, это библиобусы, которые позволяют и книжки привезти, и занятия доставить непосредственно ребенку. И опять-таки, по опыту работы нашей библиотеки могу сказать, что с детьми надо читать, с ними надо разговаривать, и тогда вопрос, читают или не читают, и что читают, стоять не будет, потому что, не показав книгу, не рассказав о ней, ребенок просто никогда и не узнает, что такое в мире есть. И, как пример, большая была у нас игра по сказкам «Братьев Гримм», когда мы показали и 38 московских иллюстраторов, и подняли все те сказки «Братьев Гримм», которые и не очень популярны, и не так отрефлексированы в киноискусстве, и при этом запись на вот эти, ну, квест мы называем, большие такие игры по всей библиотеке, то есть форма вполне подвижная, но выход был замечательный. У нас на абонементах опять стояли очереди. Поэтому, наверное, для того, чтобы дети читали многое, тут комплекс вопросов и издателей, и библиотекарей, и государства в целом, но и школа, конечно, взаимодействие школы с детскими библиотеками, и то, что наша библиотека начинала 15 лет назад, когда психолог в библиотеке появился, наверное, 15 лет назад, даже больше. То есть, читать, дело серьезное, читать с ребенком, это еще серьезнее. Но уводить это в сухую тему списков тоже, наверное, с нашей точки зрения неправильно. Поэтому мы читаем с радостью. Еще раз повторяю, с двух лет начинаем, и дети от нас, те, кто в два года приходят, уходят уже вместе с окончанием школы. Своих детей приводят. Такие у нас тоже есть читатели, которые приводят своих детей. Поэтому, действительно, чем больше мы вокруг книги будем танцевать, обсуждать, говорить, чем больше книг будет в доме, потому что, действительно, среда, в которой ребенок растет, это понятно, когда говорят об экологии, что должно быть чистое и экологичное, должна быть одежда, я не знаю, материалы и прочее. Но почему-то о вот этой вот атмосфере эмоциональной и эстетической, в то же время интеллектуальной, об этом как-то это уходит на второй план. Поэтому домашняя библиотека тоже не последнее дело. И наш сайт Библиогид, он позволяет в мире книг ориентироваться и получить некоторые рекомендации, воспользоваться нашими рекомендациями, поскольку мы действительно отсматриваем все и понимаем, что ребенку нужно, а дальше каждый родитель решает сам, поскольку, естественно, каждый ребенок индивидуален. Благодарю, Светлана Дмитриевна. Еще хотел вопрос задать. Вот по поводу новых форматов работы, чтобы, какая она современная молодежь, как ее заинтересовать чтением и какие вот в этом направлении новые форматы работы вы придумали, как изменилась, может быть, работа в библиотеке. Благодарю. Современная молодежь двух лет, если мы с нее начинаем с двух лет. Наталья Григорьевна достаточно широко это все описала. Действительно, нельзя не согласиться, что компьютер не вызывает такого восторга у детей, поскольку он, в общем-то, довольно, во всем случае, в Москве. Не могу сказать о регионах, но в столичных больших городах раз того, о том, что давайте компьютеры и все через компьютеры, ну, в общем-то, так же мы проходили с телевидением ситуацию, еще до этого с радио, поэтому, конечно, тут вопрос уже несколько иначе стоит. Дети разучились играть. Наверное, игровые формы, они важны не только для того, чтобы рассказать о книге, но и для, наверное, социализации детей тоже. Это вообще главная развивающая деятельность ребенка. Мы уже тогда поподробнее Наталья Григорьевна об этом расскажет, ежели будут вопросы. Но поскольку дети играть им и негде в больших городах и разучились, и вот эта вот сложная школьная программа, отнимающая массу времени у детей и ненасытная жажда родителей успехов для их потомства, она, в общем-то, ребенка немножко от игры увела. И симбиоз игры и литературной основы для игры, он для нас немаловажен. Поэтому вот эта форма очень востребована, она хороша, и играть дети могут и двухлетние, и пятнадцатилетние, и вы знаете, и взрослые, в общем-то, с удовольствием играют. Пару примеров можно? Ну, наверное, Наталья Григорьевна здесь подробнее расскажет вот с малышами, поскольку занятия игровые у нас психологи осуществляют, чтобы не перескажут. Кратко только, да, то у нас есть конференция. Значит, начиная с самых маленьких. Чтение, оно не просто чтение у нас, а чтение и игра. То есть двух-трех-четырехлетний ребенок слушает стихотворение, он его сразу же проигрывает, сразу же перед ним разворачивается действие и герои, там стихотворение, рассказы, они тут же присутствуют. То есть чтение драматизации, чтение игры, в котором ребенок тоже участвует. Сейчас называется моим словом интерактивчик. Вот интерактивное чтение такое. Да, подростковый возраст, это очень у нас хорошо сейчас проходят такие конкурсы в игровой форме, квесты там или побегушки, мы их называем. Когда ребенок погружается, если это по сказкам братья Грим, он погружается в сказочную атмосферу одной сказки в одной комнате, выполняя задания, переходит в другую, другая сказка совершенно со своей сказочной атмосферой. И для того, чтобы это все пройти, нужно очень много прочитать, потому что иначе он не пройдет весь этот вот сказочный путь. Да, также мы делали вот сказочные путешествия, которые тоже игровое, и герои разных сказок появляются в неожиданные моменты. У нас огромное здание со всякими закоулками и проходами, если там выключить свет, то это просто очень получается замечательная прогулка. Дети приходят с фонариками, потому что иначе там не пройти, и представляете, как из-за разных стеллажей, ведь вечером, ночью книжки оживают, и сказочные герои сходят с полок, как известно. И вот эти сказочные герои сходят с полок. То есть это тоже игра. Я прошу прощения, должна сказать, что вот в эту ситуацию, что сказочные герои сходят с полок, верят все. И взрослые. И взрослые надо видеть лица родителей, которые с замиранием сердца заглядывают за угол стеллажа, и совершенно понятно, что этот родитель с удовольствием ждет выхода персонажа. И, наверное, когда мы с чтения загоняем жесткий разговор о том, что вот надо, вот она школьная программа, вот чтобы быть грамотным, надо прочитать такое-то количество книг, и большое счастье тебя посетить непременнейше. Наверное, надо каждому найти свою книгу, найти вот эту вот форму. Но игровая, нам кажется, она самая вот такая доходчивая для всех. Вера Петровна, пожалуйста. Я хотела бы сказать еще относительно одного мифа. Вот очень долго существовал миф про чтение интернет, да, что это как бы противопоставлялось. Вот мне кажется, надо сказать еще как бы о новых вариантах читательских практик, да, о новых форматах и роли библиотек в электронной среде, то, о чем мы говорили. У нас очень интересные получились данные. Вот прежде чем говорить о наших данных, я немножко скажу о последнем исследовании социологов из Левада-центра совместно с книгоиздателями. И там получилось так, что на самом деле те, кто больше читают, они больше покупают печатной продукции, то есть книг в традиционном виде. А у нас вообще получились совершенно потрясающие с моей точки зрения данные. У нас полная связь между чтением традиционным из домашней библиотеки и чтением информации в интернете. Мы почти 10 лет уже исследуем поведение подростков в интернете, поэтому мы об этом много знаем. Так вот, подростки, у которых дома относительно много книг, хотя бы более 300, они больше и чаще читают в интернете. А те, кто дома книг не имеет, в интернете читают гораздо меньше и по большей части они смотрят видеоинформацию и развлекаются. Поэтому интернет, он вообще очень хорошо действует как вот такой стимулирующий любознательность средства и совершенно однозначная связь между чтением печатной продукции и чтением из интернета. Это позитивная корреляция, это очень хорошо видно. И это связано вообще с книжной средой. Если дома много книг, гораздо больше и лучше читают в интернете. Они не только грамотны как читатели, они грамотны как медиапользователи, как интернет-пользователи. И те, кто ходит к нам в библиотеки, вообще в детские библиотеки, любые библиотеки, дети с родителями, они гораздо более полноценно используют интернет для развития ребенка. Понимаете? Для развития ребенка, для развития подростка. Поэтому так важна книжная атмосфера, в которой с детства находится ребенок и подросток. Потому что именно отсюда он вырастает человеком образованным. И все эти средства в комплексе работают на развитие. Я хотела сказать еще о несколько проектов, которые делают детские библиотеки в России. Очень интересные проекты. Во-первых, это сайты библиотек, на которых можно посмотреть и новинки, и гиды. Например, мы говорили о нашем библиотеке, замечательный совершенно, я считаю, источник. И многие учителя так тоже считают. я уже не говорю о родителях. Есть литературный странник, это такой интернет-журнал, который делает Свердловская библиотека для детей и юношества. Делается новый проект Сибириада по чтению краеведческой литературы. Огромный проект, который делают сибирские детские библиотекари. Есть совершенно фантастический, замечательный проект, наш книжный круг, который сделали Ленинградская областная детская библиотека сделала. И там подростки активно обсуждают современную литературу. То есть есть блестящие проекты работы детских библиотек в электронной среде. И вот последнюю фразу, наверное, которую мне хочется сказать. Грамотные взрослые должны работать в разной среде, в разных форматах. и очень нужны специалисты, которые понимают психологию детей и как работать с детьми. Вот. Поэтому детские библиотеки все, они должны быть в информационной среде для того, чтобы быть рядом с детьми. Благодарю вас, Алексей. Ну вот в продолжение того, что сказал Вера Петровна, у нас совсем недавно был яркий пример того, как мы работаем в интернете с нашими читателями. Вместе с национальным конкурсом Книгуру на лучшие произведения для подростков мы устраивали специальные такие уголки, выделяли компьютер, потому что это конкурс, который проводится через интернет. Тексты, участвующие в конкурсе, выкладываются на сайте конкурса Книгуру, и подростки могут голосовать, то есть их голос может повлиять на решение, окончательное решение о присуждении награды тому или иному автору. И вот наши читатели тоже принимали активное участие в этом конкурсе, голосовали, у нас на сайте библиотеки была еще отдельная такая голосовалка для взрослых, и потом мы сравнили результаты взрослого голосования и детского, почему тоже любопытные результаты, конечно разница очевидная. Так что понимаете как, вот у нас в библиотеке мы занимаемся интернетом уже много-много лет, и мы как-то не воспринимаем это как альтернативу, это в общем для нас точно такое же средство для донесения информации до читателей о книгах, о том, что мы делаем и вообще что интересного происходит в литературном мире. Я хочу тут добавить по поводу интернета, в марте месяца только у нас было несколько конференций по скайпу, это Варгашор, Магаданская область, маленькая библиотека, где все дети читают, это круглый стол, подростки, молдавский Кишинев, и подростки московские в рамках книжного салона в Кишиневе, очень интересная была литературная литературная потом еще была одна конференция с Гордом Псаровым, где мы говорили о детском чтении, поэтому говорить читают, не читают, читают, вопрос что читают, конечно хотелось бы, чтобы дети читали поголовно и все читали хорошую литературу, и она была представлена только исключительно эксклюзивными какими-то с точки зрения качества образцами, но надо быть реалистами, такой идиллии этого никогда не было, да, такого никогда не было, и такой идиллии никогда не будет, но то, что мы к этому стремимся и используем и игровые формы, и то, что нам дает возможность интернет, и машины кибо, вот эти библиомобили, которые позволяют донести во всех возможных тоже форматах речь вот о книге, не о тексте, книга с иллюстрациями, с возможностями и посмотреть, и почитать, и полистать, потому что текст это немножечко другой уже формат, он рассчитан на взрослых, все-таки ребенку нужна книга, а уже как мы вокруг этой книги, как Мария Литонна правильно говорит, танцуем, поем и пляшем, и насколько качественно мы это делаем, это уже вопрос нашего профессионализма, библиотекарей и учителей, ну здесь тоже хватает, как вы понимаете, проблем, я думаю, что все проблемы будут решаться только тогда, когда мы будем их решать, что мы пытаемся делать. Благодарю, Соколан Битриев, мне остается попрощаться с интернет-аудиторией, издательского дома, аргументы и факты.